Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих с вами александр шадов осьминог бесконечности а сегодня мы с вами разберем одну довольно таки интересную лекционную тему собственно первый существенный философский вопрос каковы стихии и силы мира одним из первых вопросов сформулированных философии был вопрос об архе то есть первой материи и силах которые движут этим первоначалом собственно этот же вопрос и подобную парадигму мышления унаследовала физика и в том числе современная вопрос о силах и материях до сих пор не отпускают ученых теории силы притяжения упругости законы всемирного тяготения и прочие это отголоски того самого древнего дискурса в рамках которого был задан вопрос о материальном материале материальным и действенном началах мира в общем то да продолжаем определение архе это первая материя то есть такая материя меньшие фундаментальные которые не может быть ничего это такая материя которая больше ничего не состоит но из которой состоит все остальное а вот вот такое у нас определение например когда когда-то считалось что архе это атомы но в итоге учёные пришли к выводу что атомы можно поделить на составные части а потому называть их арты уже было ну нельзя по определению грехов конечно получается составные части атомов это архе ученые пришли к выводу что нет составные части атома так же делятся на части может быть тогда эти части архе данный вопрос показывает что даже современная физика не отошла от древней проблематике и говорит об Архе в рамках научного дискурса. Ну, вообще, адекватно говорить об Архе именно в контексте греческой культуры, когда мы именно угадывали ту или иную стихию, пытались найти первоначало, и первоначал потенциальных было довольно-таки много. Продолжаем. Стихия – синоним слова «Архе», только имеющий некоторые определенные коннотации. Здесь все очень сложно, потому что слово «стихия» на самом деле не всегда обозначает Архе. Так, давайте попробуем с этим разобраться прежде всего. Давайте следующее определение стихии тоже разберем. Стихия отсылает нас к буквам алфавита, ибо этимологически это слово, как переводится оно, это буква алфавита, но либо члены ряда. Ну, члены одного ряда, А, Б, В, Г, Д и так далее. Алфавит, да. Вот такие вот члены ряда. То, из чего все состоит. То, из чего состоят слова, так скажем. И аналогично, аналогичные, вот как будто бы из двух состоят слова, также вещи в мире состоят из вот этих вот стихий или Архе. В данном случае это очень похоже на непосредственно синонимы. Но есть и такое определение. Ну, то есть даже не определение, а именно вот как обычно воспринимаются стихии. Стихии это огонь, вода, земля и воздух. Ну, еще иногда эфир, конечно. Вот и получается, что вот стихии, обычно, когда мы употребляем слово стихии, мы подразумеваем вот эти вот пять субстанций. Определенно, вот эти вот пять субстанций, которые очевидно претендуют на звание Архе. Но при этом мы можем говорить о стихиях как об Архе, то есть о первоначале. Также мы можем говорить о стихии как об этих вот пяти штуках, даже если они не считаются первоначалами. Вот такой вот интересный парадокс. В общем-то, давайте обратим внимание на то, что в Древней Греции все вот эти вот слова огонь, вода, земля, воздух, эфир, конечно, так, да, они привязаны к четырем осязаемым физическим образам. Но на тех же основаниях, то есть природных, осязаемых или видимых, мы можем называть стихии. И другие элементы, например, цвет, тьму, звук, дерево, камень, металл и многое другое, что развивалось в разных культурных регионах по-своему. Стихия – это более специфический термин, чем Архе. Но в данной лекции мы будем употреблять их в качестве все-таки синонимов. Другую материю, которая в теории древних могла бы стать первоначалом, мы будем называть Архе и стихией в одном и том же смысле. Теперь перейдем к определению силы действующей. Ну, то есть действующей силы или закона движения. Вот это все можно называть по-разному, потому что единого определения нет. Например, Аристотель работает вот таким термином – действующей силой и так далее, и так далее, и так далее. Здесь именно подразумевается аспект того, что дает движение. В разных теориях материи движет некая сила или закон, что звучит логично и соответствует нашим наблюдениям, ну и представлениям, собственно, даже современным. Если у нас есть пассивная материя, то должна быть и некое активное начало, которое приводит ее в действие. Получается, что действующая сила – это активное начало, которое приводит мир и материю в движение. Так, в итоге мы разобрались с основными терминами, нужными для данной лекции. Теперь перейдем к рассмотрению проблемы на примере истории древней философии, материи древней Греции. Откуда взялись четыре греческие стихии? Судя по всему, они присутствуют уже в мифах, так как большая часть античных богов легко распределяется по стихиям. Да, ну, в качестве доказательства давайте вот посмотрим. Водная стихия, к ней принадлежат вот такие вот персонажи – божественные амфитрита, дочь океана и Тифиды, Ахиллой – речной бог, Нириды и так далее, так далее, так далее. Морские нимфы, Понт – бог внутреннего моря, Посейдон, океан, Тифида и Тритон. Вот, вот огромный спектр водных богов представлен вот здесь. Они все водные, определенно. Они определенно принадлежат к стихии воды, и это уже присутствует в греческих мифах. Продолжаем. Воздушные стихии – это Нод, Борей, Зефир и Эбр. Олицетворение благоприятных ветров. Также Эол, царь ветров, Нефела, богиня облаков. Определенно, буги воздушные стихии. Здесь споров тоже никаких быть не может. Как видите, уже мы перечислили большое количество очень важных богов для Древней Греции, но продолжаем. Огненная стихия. Зефс, метающий громы молнии, солнечный Аполлон, Гестия, богиня семейного очага и жертвенного огня, Гефест, кузнец Олимпа, Гиперион, сияющий Титан, Гелиус, бог солнца и сын Гипериона одновременно. Вот, вот они огненные боги. Да, относительно Зефса, кстати, следует сказать, что молнии древними людьми воспринимались как небесный огонь. Это не какая-то отдельная стихия, не какое-то электричество само по себе взятое. Нет, это огонь. Это небесный огонь. И не зря ковкой перунов Зефса занимался сам Гефест, который обычно является богом огня. Ну, богом, именно огненным определенно, богом, который работает в кузнице. И он кует перуны для Зефса. И, в общем-то, понятно, что молнии состоят из огня и представляют особый аспект огненный. Отсюда же становится понятным, почему греки не воспринимали молнии и электричество в качестве отдельной стихии. Да, действительно, очевидно. Продолжаем. Стихия Земли. Это боги Гея, Аид, Деметра, Дионис, который был, кроме всего прочего, богом земледелия. И Персифонов. Вот такой вот список богов. Как мы могли заметить, по стихиям удалось распределить значительную часть важнейших греческих божеств. Также, что более сомнительно, к огню можно отнести Гиру, богиню, опять же, хранительницу очага, а к воздуху Гефеста за его уникальные сандалии. Но перейдем непосредственно к философии. Для исследования такого рода я нередко использую комбинаторные таблицы, так как они помогают упростить запоминание материала, а также позволяют его структурировать и предсказывать возможные учения на базе существующих, но этим мы заниматься не будем, историко-философская лекция все-таки. В общем-то, это я называю философская комбинаторика, и с этим мы будем работать. Переключаем. А вот и табличка. Первая табличка. Ах, да. Табличка, можете с ней ознакомиться. Как видите, здесь плюсики, минусики. Что это означает вообще? То есть, смотрите, первая графа фалес, ну и гипон. Плюсик стоит на воде. Что это значит? Что они думали, что все есть вода. Например. Вот аноксимен, диаген и эдей. Вот они думали, что все есть воздух. Ксенофан, предположительно, думал, что все есть земля. Гераклит и гипос думали, что все есть огонь. И вот здесь разобраны все комбинации, даже те комбинации, которые не проявились в истории философии, честно говоря. Но и плюс те, которые действительно проявились. Вот у нас феррикиты, пармениты есть, огонь, земля одновременно у них были стихиями и так далее, и так далее, и так далее. Большинство мыслителей, в том числе не только греческих в эту таблицу, к сожалению, вошли. Только греческие мыслители вошли. Вот они думали, что все стихии одновременно являются арха. Но это уже относительно поздний период. Давайте все это подробнее разберем сейчас. Фалес и гиплом полагали, что все есть вода. Давайте попробуем расшифровать это утверждение. Для современного человека оно звучит крайне странно. Он мог бы спросить, а что, все есть H2O получается? Ну, конечно, нет. Конечно, нет, греки не знали, что такое H2O. Во времена Фалеса была совершенно другая химия, которую наукой-то назвать было сложно. А в сфере поиска элементарной основы сущего он так вообще является первопроходцем. Ну, то есть, да, если мы говорим про Менделеева, Менделеев это уже поздний такой химик. Фалес занимается очень похожим предметом, пытается найти первоначало всех веществ и всех предметов и вообще всего вокруг. Но при этом он просто первопроходец. Он один из первых начал заниматься вот этой проблемой. Из этого ясно следует, что он не думал, будто бы весь мир состоит из H2O. Вот той самой воды, которую мы понимаем как воду непосредственно. Для него вода это образ текучести, некая универсальная жидкость, разлитая по всему пространству и включенная в каждую вещь. Та вода, которую он видел, определенно не была элементом сама по себе. Ну, то есть, вот вода в океане, ну, скорее всего, она не являлась всем. Да, это была такая вот вода промежуточная, так скажем. Она лишь отражала и важнейшие свойства первоэлемента. Она была ближе всего к первоэлементу. Валерс будто бы метафорически намекает на то, что вода не есть вода в океане, в тучах, в лужах. Нет. Он на базе воспринятой им в мире воды предположил, что все состоит из жидкости более утонченной, но при этом все еще жидкости, которая может собираться в твердые предметы, стать огнем или даже воздухом. Ну, то есть, разрядиться до достаточной степени и обрести воздушные качества. Также отметим, что движущей силой этой воды была душа и одушевленность. Но об этом потом, конечно, мы рассуждаем в соответствующей теме. Замечу сразу, что доказательств у теории Фалеса либо не было, либо они до нас не дошли. А потом нам остается только их додумывать. И вот все, что я сказал про Фалеса, вот в прошлом обзайце, вот то, что я говорил, это, скорее всего, реконструкция, выдумка. То есть, не следует думать, что вот так вот Фалес и считал. Может быть, как-то по-другому. Но у нас буквально остались от него крохи, крохи информации о Фалесе. Тем более нам в данной теории куда более важно понять, как древний мыслитель мог представить себе мир, состоящий полностью из воды. И следует заметить, что он не жил на острове всю свою жизнь. Фалес, если судить по легендам, много путешествовал, а также разбирался в земледелии. Трудно сказать, что он был помешанным на воде моряком. Все здесь гораздо труднее. Ну, конечно, все-таки путешествия, да, Средиземное море, воды там много все-таки. Может быть, с этим тоже как-то связано. Ну, трудно здесь что-то уже сказать. Тем более мы не можем как бы до сих пор отрицать, что в начале всего мира действительного не стоит некая сущность, подобная в воде. Ну, давайте возьмем теорию струн. Теория струн, которая извивается. Это очень-очень-очень-очень. Это такие отголоски теории Фалеса в данном случае. Перейдем далее. Перейдем далее на вторую строчку. У нас тут нет даже... Да, на вторую. Нет, еще не на вторую. Анаксимэн у нас есть. Это уже на второй строчке. А еще был ученик Фалеса Анаксимандр. Он ввел в оборот термин Аперон. Аперон означает беспредельное. То есть единое, но не имеющее при этом границ. Есть вероятность, что он подразумевал то же, что и Фалес. А только сделал свою материю бескачественной и не стал апеллировать к четырем стихиям. Возможно, вода и правда понималась Фалесом как нечто беспредельное, нераздельное. Может быть и нет. Ну, просто получается так, что ближайший ученик Фалеса ввел термин беспредельного. А Фалес считал, что все есть вода. Тут какая-то большая вот такая вот разница, да, чувствуете, есть. Скорее всего, их позиции были значительно ближе, чем нам кажется. Из этого можно, наверное, предположить, что Фалес подразумевал не какую-то обычную воду, а что-то вот подобное беспредельному. А у Анаксимандра был еще один ученик. Вот ученик у него был тоже. Анаксимен. Еще один представитель Милецкой школы. Вот все три. Фалес, Анаксимандр, Анаксимен. Представитель Милецкой школы. Философии. Натурфилософии даже лучше сказать. Которые принадлежали также Фалес, Анаксимандр. Все это понятно, да? Он полагал, что все есть в воздух. Почему бы и нет? К его позиции мы отнесемся так же, как к позиции Фалеса. Мы представим себе, что все состоит из некого незримого, невесомого материала. Он в некотором роде динамичен, но при этом невидим. Он может становиться плотнее, может образовывать твердую материю и другие стихии. Обратим внимание на то, что речь опять же не идет о привычных для нас газах. Это не кислород, азот и вот прочее-прочее нагромождение химических элементов, которые были открыты уже значительно позже. А для Анаксимена, скорее всего, Волду, в котором мы дышим, он хоть и является некой репрезентацией первой материи, но сам первой материи все-таки, скорее всего, не является. Есть более тонкая сущность, более тонкая субстанция, которая вот как раз обладает свойствами воздуха, но при этом, может, да, при этом составляет все вокруг нас. Воздух этого мыслителя, скорее всего, был более тонким, еще более метафизичным, чем нам видится, но при этом он имел похожие качества, о которых было сказано выше. Теперь перейдем к Гераклиту. Гераклит – это известный житель Эфеса. А, он полагал, что все есть огонь, а движет огнем Логос. О Логосе поговорим позже. Перейдем к огню. А, что есть огонь по своей природе? Совокупность фотонов, энергия, чистое тепло? И вопрос сейчас не в том, как все обстоит на самом деле, а в том, как это понимал Гераклит. А сохранилось, опять же, мало информации, а многие свидетельства можно считать сомнительными. Ну, о Гераклите непосредственно. Нам остается лишь с помощью воображения провести реконструкцию утверждения «все есть огонь». Представим себе пламя, которое заполняет пространство. Оно внутри, оно снаружи, оно в каждом из нас и в каждом предмете. Из этого все состоит, а также формируются оставшиеся три стихии. Да, кстати, следует заметить, что когда кто-то из мыслителей выводит вперед одну из четырех стихий, он утверждает, что следующими родились другие три стихии. Ну, то есть, в данном смысле, получается, что одна стихия становится архой, а другие три стихии нет. А в теориях, где все четыре стихи представлены, не все архи. Вот как-то вот так вот получается. А существует представление, согласно которому Ксенофан, учитель известного Парменида из города Элея, полагал, что все есть Земля. На самом деле, по данному вопросу свидетельство очень неточное, а потому у нас имеются большие сомнения по поводу того, действительно ли Ксенофан утверждал нечто подобное. С большей достоверностью можно сказать, что он был одним из первых греков, который верил в монотеистического бога. Впрочем, представим, что он также считал, будто бы все состоит из Земли. Опять же, речь идет не о почве, а о некой чистой твердости, предметности. Допустим, весь мир складывается из маленьких песчинок, которые мы не можем увидеть. Это отлично можно себе представить и в некотором роде оправдать даже такую точку зрения. А сразу замечу, я специально сделал стихии чем-то метафизическим, то есть не поддающимся непосредственному восприятию. Дело в том, что в современном мире, если бы такие теории развивались до наших дней, они бы соперничали, например, с теорией струн. Ну, то есть, теория струн, ну, там тоже нет ничего непосредственно воспринимаемого. Речь идет о настолько тонких материях, что их можно как-то вот исследовать только крайне косвенными способами. А почему бы нам не предложить вместо теории струн потоки тончайшей воды, вселенское пламя, разряжающееся и соединяющееся, а также воздух, или невероятно малые песчинки, чего-то подобного в земле. Как по мне, все эти теории можно привести в соответствующий вид, чтобы они не противоречили современным научным данным. Так как было обозначено выше стихия, это не сама вода H2O, не газы в воздухе, не земные минералы, имеющие химические формулы. Нет. Стихия — это образы, это метафоры, это метафорические иносказания. Таковыми метафизическими иносказаниями, метафорическими и метафизическими, являются, собственно, струны в теории струн. Обозначаемые этими словами, мы нечто неименованное и спорим о его качествах. Я полагаю, что если бы у вышеперечисленных теорий были современные последователи, то они смогли бы привести все многообразие наблюдений к своим основополагающим положениям. По-моему, это действительно очевидно. Впрочем, продолжим разбирать историю философии. Впереди еще много интересного. Существует представление, согласно которым ранний парменит считал, что существует два арха — огонь и земля. Это тоже можно представить. Но почему он выбрал именно две эти материи? Это было обусловлено чем-то, или мы сталкиваемся с чистым рандомом. Это случайность или нет? А земля и огонь — это противоположности по параметру осязаемости и неосязаемости, о котором следует сказать. Четыре греческие стихии имеют четыре атрибута. Да. Осязаемость, неосязаемость, влажность и сухость. Комбинаторно выводим огонь сухой и неосязаемый, земля сухая и осязаемая, вода влажная и осязаемая, а воздух, судя по всему, влажный и неосязаемый. Да, вот с влажностью воздуха, конечно, всегда возникают сложности, но чисто комбинаторно, а древние люди, почти все, китайцы, индусы и греки, очень любили вот такие комбинаторные вещи. Ну, так вот получилось. Ну, получается воздух, в том числе, влажный. Да, и так считается, ну и получается, конечно. Так вот, судя по всему, ранний параметру отобрал стихии по критерию осязаемости и неосязаемости. Мог бы он поступить иначе и отобрать их по критерию влажности? Ну, конечно, да. Да, только тогда влажными были бы вода, вода самая влажная. И самая невлажная — это огонь. Вода и огонь могла бы быть. Почему нет? Если по критерию влажности, можно и по другим критериям отбирать. То есть, все комбинации стихий были бы в итоге возможны. Но это лишь повод для размышлений и одно из основополагающих оснований для философской комбинаторики. Об этом мы сегодня тоже не будем разговаривать. Уже упоминалось, но разговаривать об этом не будем. Просто смотрим на таблицы комбинаторные. Также по ряду источников некий Ион, о котором известно очень мало, полагал, будто бы мир состоит из трех стихий. Огня, земли и воздуха. Но, правда, это тоже не очень надежно. Обычно просто говорят, и он полагал, что мир состоит из трех стихий. И сейчас это не называется. Из каких огонь, земля и воздух? Ну, еле-еле я достал из некоторых источников. Скорее, может быть, да это не так. Это тоже вполне можно представить, как и любую комбинацию трех стихий. Четырех, пяти, двадцати. Неважно. Движемся дальше. Наиболее популярной и древней в Древней Греции была теория четырех стихий, конечно же. Ну, она фундаментальна, она важна в данном случае. Согласно которой, все они являются в равной степени архе. Подобной теорией придерживались Эмпидокл, Тротон. Эмпидокл представлял стихии в виде атомов, маленьких неделимых частиц, которые управлялись двумя силами, любовью и ненавистью. Ну, а последних позже. Иногда к четырем добавляли пятую стихию эфир, которая была легче воздуха и огня. И имела некоторые параллели со светом как таковым. Наиболее известным приверженцем этой теории стихии был известный мыслитель Аристотель. Менее известен пришественник Аристотеля на этом поприще, пифагорец Акел, который, судя по всему, первым сформулировал пятистихийную модель сущего. Теперь перейдем от стандартной модели к более изощренным, которые не представлены в данной таблице. Первой такой моделью является теория пифагорейцев, согласно которой арха есть число. И мир сообразуется согласно числам. Ну, сообразование мира согласно числам это действующая сила, потом разберем. Подобную концепцию наследовал и Платон, который полагал, будто бы наш мир состоит из мельчайших правильных треугольников. Треугольников, конечно. Двух типов. Которые уже и составляют платоновские тела. Вот они, прекрасные платоновские тела. Которые, собственно, являются стихиями. Вот они, стихии Платона. Да, прекрасно. Видите все их названия, как они выглядят. Вот такая вот геометрия есть. Каждое платоновское тело входит в состав той или иной стихии. Тетраэдр соотносится с огнем. Гексоэдр это земля. Актаэдр воздух. Дедекаэдр эфир. А экосоэдр это вода. Учения Платона, слова стихии, арха имеют, ну, разное значение. Потому что арха и определенно вот эти вот маленькие треугольнички прямоугольные, из которых составляются вот эти фигуры. Собственно, вот эти фигуры это уже стихия. Из вот этих стихий уже таких вот фигурочек состоит все уже остальное. Ну и получается, что вот эти вот фигуры, тела, то есть платоновские, они промежуточные звенья между архой и миром. Движемся дальше. Анаксагор считал, что началом всего являются гомеомерии. Или лучше сказать семена. Ну, гомеомерии просто вел Аристотель как понятие, описывающее теорию Анаксагора. Поэтому оно является не до конца, ну, не до конца, так сказать, аутентичным, в общем-то, продованным. Что такое эти семена, что они из себя представляют? Они представляют собой бесконечное множество частиц с различными качествами. Например, у нас есть кусок золота, а в нем содержатся семена золота, обладающие теми же качествами, что и сам кусок. По Анаксагору получалось, что есть семя огня, воды, земли, воздуха, мяса, золото и всего-всего-всего материального, что мы можем увидеть. Важно понимать, что для Анаксагора был важен принцип «всё во всём». А это значило, что в каждом предмете встречаются не только семена одного типа, но и все прочие. Но семян соответствующего типа, конечно, значительно больше. Ну, то есть в золоте больше всего семян золота, но есть семена и другие семена, в общем-то. Семена огня, воды, земли, воздуха, там понемногу всего есть, но золота намного больше. Такс, продолжаем. В Древней Греции также развивался атомизм. Основателем этого учения считается Лев Кип, а самым ярким представителем вечно смеющийся Демокрит. Кстати, иногда некоторые люди ведут споры о том, кто из них являлся Лев Кип реальным, либо это второе имя Демокрита. Ну, неважно. Самый главный текст атомизма греческого принадлежит Демокриту. Также известными атомистами были Эпикур и Титлук Рецикар. Первый основал эпикурейство, но оно всё-таки больше этическая школа, включающая в себя атомизм. А Титлук Рецикар – поэт и эпикурец он тоже. А что такое атом? Что же такое атом? Атом – это неделимая частица сущего, невозникающая и неразрушимая. Соответственно, это с греческого языка так и переводится. То есть, это неделимый непосредственно. Когда учёные разделили атом, например, ну, довольно-таки странно, что они не переименовали эту штуку, ну, потому что вот мы его разделили, а он по определению, по этимологии просто неделимый. Ну, ладно, допустим. Атомы движутся сами по себе в пустоте. То есть, есть атомы и есть пустота. Вот таково учение демокрита в самом простейшем изложении. Это одно, к слову, пустота очень, да, важна. Атомы не могут соприкоснуться, потому что между ними всегда должна иметься какая-то пустота. Атомы сами по себе неразрушимы, неделимы, и с ними вообще ничего не происходит. Они, то есть, да, не могут вообще никак изменяться. И не могут соприкоснуться, не могут соединиться настолько плотно, чтобы при этом, ну, образовать какие-то очень прочные связи. Опять же, атомы, есть атомы огня, воды, земли, воздуха и много чего еще. Они имеют разную форму. Периодически в Древней Греции можно столкнуться со слухами о других элементах. Там аэр, ночь, время и хаос. Но из-за недостаточно точных источников и отсутствия интуитивного понимания данных концепций, мы обойдем их разбор стороной и перейдем к действующим силам. Действующие силы Древней Греции. А вот и они, вот и они. Вот, опять же, таблица здесь представлена. На этот раз не все комбинации элементов. Просчитаем, какие у нас тут они есть. Бог, душа, любовь, ненависть, числа, логос, идеи, необходимая, ну, форма. Вот такие, собственно, силы действующие мы в Греции выделим. Грекам, как ни странно, свойственны представления о том, что все должно иметь начало. На этом строится, как аристотельская логика и в целом перипатетическая философия. И у движения, соответственно, тоже должно быть некое начало. Поиском первой движущей силы занимал мыслитель, и прежде всего, десократиков, не в меньшей степени, чем поиск арха. Да, вот вернемся теперь, опять же, к Фалесу. Напомню, что вода у Фалеса представлялась живой. То есть, одушевленной. Получается, что весь мир пронизывала материя, которая двигалась благодаря душе. И это мы и примем за первоначало движения и философии Фалеса. Собственно, на основании сил и материи мы уже можем представить себе, каков был мир Фалеса. Да, действительно, это интересно. Каким он был в своем водном и удушевленном многообразии. Во-первых, этот мир, в котором все живет. Во-вторых, это мир, в котором все течет. Жидкости перемешиваются, люди и предметы разрушаются, распадаются, чтобы слиться в новые. Как по мне, очень интересная и красивая модель мира. Пифагорейцы считали, что все мир существует сообразно числам. Об этом уже говорилось. С этого следует, что математические пропорции сами по себе являются частью мирового закона. И, следовательно, они есть действующая сила. Ну, как ни странно, многие физики, многие математики до сих пор придерживаются такой пифагорейской концепции. А что числа на самом деле реальны, что это не иллюзии, не теории, это не наше воображение работает. А это действительно отображение реальных мировых законов. В общем-то, на этом формируется вера в математику, на пифагорейской такой концепции. Если бы не пифагор, я считаю, математика не стала бы фундаментальным методом познания в европейском регионе. Вот вообще бы никогда. Если бы не Платон потом, который тоже продолгал пифагорейское учение своеобразно, включив в него некоторые другие элементы. Не представляю я, как бы это было. Потому что именно Пифагор, он не только создал теоретическую математику, которая сейчас доминирует везде в сфере математики. Он еще и плюс ко всему обосновал вот это положение, согласно которому мир существует сообразно числам. А раз он существует сообразно числам, значит его можно изучать сообразно числам. Можно высчитывать различные пропорции, можно искать различные взаимодействия. Именно числовые. И это будет иметь смысл. Это имеет смысл только вот в такой тенденции, в такой вот интеллектуальной парадигме, в которой числа реально считаются чем-то существенным для мира. То есть частью этого мира, языком этого мира, так скажем. Когда какой-нибудь натуроф, философ или физика говорит, что с помощью математики мы говорим на языке мира, он пифагореец, по сути. Он чисто следует по идеалистической парадигме пифагорейца, согласно которой существуют вот эти вот идеальные сущности числа. И они действительно сообразуют мир согласно каким-то своим законам. Но продолжим дальше. Продолжим с силами. Эмпидокл, сформулировавший теорию четырех стихий, также считал, что этими четырьмя стихиями управляют две силы. Две силы, вы, наверное, помните, любовь и ненависть. А также можно перевести как дружба, так как у него используется слово все-таки филия. А ненависть это, ну, раздор, да, тоже скорее всего. Ну, он скорее к раздору нас наводит, а не непосредственно к чувству ненависти. На самом деле, эти две силы физически представляются как стремление к объединению и стремление к разъединению. Да, две фундаментальнейшие, в общем-то, составляющие мира. Просто вот Эмпидокл выразил их так. Просто в качестве терминов он выбрал, пусть и довольно удачные слова, но звучащие для современного уха наивно. Особенно слово «любой» нам вообще непонятно совершенно. Вот просто я давно эту проблему исследую с любовью. Ну, когда людям говорят, да, мир создается с помощью любви, это звучит смешно в данном случае, да. Собственно, под филией, то есть любовью, любовью, вот в том смысле, в смысле филия, вообще было еще три термина сверху, которые переводятся как «любовь». В греках как раз и понимается стремление быть рядом, то есть притяжение. Вот представляете, Эмпидокл сказал, вот есть притяжение, есть сила притяжения, которая управляет стихиями. Он опередил, собственно, современную физику, физику как науку, на сколько там лет? Чуть ли не на две тысячи лет. Здравствуйте, да, философы бесполезные, как обычно. Так, получается, что вот именно вот довольно близкий к термину «любовь к философии» Эмпидоклова можно поставить как раз именно притяжение философии ученых нового времени. То есть, опять же, его взгляд на мир не выглядит абсолютно безосновательным, даже с учетом научных открытий 200-летней давности. И этот человек жил две с половиной тысячи лет назад, ну, поймите, это очень-то очень сильно. Это очень сильно. Еще и раздор есть, есть раздор, есть же взаимодействия физики, которые не соединяют, а наоборот разъединяют. Любовь и ненависть, как Беймпидокл, отсылка, отсылка, да. Очень известная отсылка, очень древняя отсылка, и я удивлюсь, если создатели вот этих теорий, которые вот притяжение и отталкивание, не знали об этом, скорее всего, знали. Так, также давайте заметим, что нередко мы можем услышать, в частности, от христиан, ну, и от Ксенофана, великого, да, конечно, философа, что миром управляет Бог и его законы. Некое единственное существо, обладающее невероятным могуществом и глубинным знанием. И оно приводит в движение материю, которая у того же Ксенофана, представленная элементом земли. Допустим, существует Бог, который с помощью своей силы перемещает земляные песчинки, чтобы те подобные конструкторы составляли наш мир. Прекрасная модель мира, на мой взгляд. Тоже очень красиво, тоже очень качественно, тоже очень интересно. Учитывать такую стоит, стоит, стоит о ней подумать. Гераклит, Гераклит, который полагал, что все есть огонь, также считал, что мир пребывает в безостановочных изменениях. Да. Философ, как известно, говорил, все течет, все меняется. Что, кстати, забавно, потому что... Вот если бы Фалеста говорил, было бы логично. Ну, все течет, просто все течет. Да, вода. А тут огонь. Гераклит представитель учения о том, что все есть огонь. А, и вот все эти изменения непосредственно сообразуются с логосом. Всеобщей необходимостью, которая в сущности является законом. Ну, логос переводится как слово, учение или что-то такое. Ну, в общем, некое учение мира, некоторое слово мира, некая тоже метафизическая сущность. В общем, тоже интересная концепция. Логос, на самом деле, вот здесь он вполне, видимо, разумен. Ну, то есть, это еще не нос Анаксагора. Но сейчас мы к нему перейдем. Анаксагор выдвинул положение, согласно которому мир, а вместе с ним и вышеупомянутые семена, движутся под воздействием сил ума, которые он назвал нос. А, философию Платона. Философию Платона теперь можно выделить несколько движущих начал. С одной стороны, это Демюрк. Ну, Демюрк, собственно, бог опять же. А с другой стороны, это идеи. А вопрос, что именно является непосредственно движущим началом, очень интересен в данном случае. Материальный мир творится наподобие идей. Каждая идея есть некий прообраз группы предметов. Это чисто идеальная сущность, которая представляет собой эталон той или иной группы предметов. Например, существует идея стула. Идеальный стул во всем лучше материальных. Он удобен, красив, неразрушим, вечен. А материальные стулья лишь тени реального, то есть идейного. Можно спорить, что именно является действующей силой в учении Платона. Демюрк или идеи. В целом, его учение не столько материалистическое, сколько идеалистическое. А потому возникают трудности в трактовках материальных аспектов. Идеи непосредственно влияют на стихии. А, да. И Демюрк создает идеи. Кто впервые и в каком смысле, и как это относится с материальным миром. Вот, соответственно, да. Интересно. Можно здесь несколько концепций предположить, и поэтому мы остаемся в недоумении небольшом. Теперь Аристотель. Как известно, он выделял четыре вида причин. Материя, форма, действующая причина и цель. А, как нам уже известно, материальная причина по Аристотелю, ну, это пять стихий. Материя состоит из пяти стихий. Огонь, вода, земля, воздух и эфир. Форма. Это наследие философии Платона. Ну, это не чисто про образ идеи, оно напоминает идею в целом. Да, то есть, форма, она как бы у нас здесь, она в этом мире. Она не в каком-то там потаенном мире идеи, она не... Ну, в общем, да. Аристотель, так скажем, упростил теорию идеи и сделал ее менее логически парадоксальной. И сделал вот ее формой. Теперь форма. Теперь все вещи состоят из форм. Форма касается преимущественно пространственных аспектов, собственно, идейности. В некотором роде это своеобразная движущая причина, которая заставляет бесформенную материю сохранять определенное положение в пространстве. Ну, то есть, по движущей силе, опять же, следует понимать не только то, что приводит нас к движению и изменению, а то, что даже приводит к удержанию. То есть, действующая сила – это любая сила. Это сила, которая действует, не обязательно движет, которая соединяет, например. Вот тоже сила. Теперь действующая причина. Действующей причиной в философии Аристотеля является Бог, известный как перводвигатель. Это причина уже другого рода движения. Не просто соединение, это уже причина некого движения, двигателя. Да, действительно, все движется благодаря перводвигателю в теории Аристотеля. И последняя причина – целевая. А итоговая цель по Аристотелю, как известно, это благо. Мне думается, вот это тоже своеобразная движущая сила. То есть, получается, что… Действующая сила, да. Получается, что у Аристотеля из всех четырех причин – лишь одна материальная, которая делится на пять материальных, правда. Но это уже другая история. А, и три действующих силы. Ну вот мы и закончили, собственно, с философией Древней Греции. Вот такой небольшой экскурс в философию Древней Греции. Но, вот что неудивительно, или даже очень удивительно, что в других культурах тоже были свои стихийные представления. Представления о стихиях, представления об архе. Только, конечно, ни в Индии, ни в Китае это не называлось архе. Это даже стихиями не называлось так-то. Но неважно. Давайте рассмотрим. Материи Древней Индии. Ой-ой-ой, табличка вышла немножко, да, за границу. Но, а почему бы и нет? Она очень большая. Давайте ее рассмотрим, как следует увеличим вот на весь экран, чтобы вы видели. Вот она, табличка-то какая большая. Видите, да? А у нас вот первая графа – это огонь. Вторая – вода. Третья – земля. Воздух, свет, эфир. Своеобразный атом. Это не тот самый атом Демокрита, не подумайте. Просто переводы, переводы. Эфир тоже не тот, на самом деле. Все, переводы, переводы, переводы. Это как-то все переводится, да? Когда переводят, просто берут подходя очень похожий по смыслу термин. И вот как-то вот так вот. Но на самом деле немножко не то. Но неважно. Нам хватит эфира. Эфира пусть будет эфир. Атом, Акаша, Пракрити, которые делятся на три. Сатва, Раджис и Тамас. Брахману как материя, Шива как материя, Вишну как материя, темнота и звук. Ну и Вишну в конце этого фон тоже, да, стоит. Вот все, все, вот это вот являлось материей Древней Индии. Прекрасно. Теперь давайте разберем это немножко подробнее. Начнем с того, что в Индии доминировало учение четырех стихий, которые схожи с греческим. Там тоже речь идет об огне, воде, земле и воздухе. Впрочем, в отличие от античной философии, в индийском мы не встречаемся с системами, в которых доминировал бы один элемент. То есть в Индии не было своего фалеса, аноксимена, гераклита и ксенофана. Такое впечатление, что индусы сразу начали с эмпедоклода. А таких эмпедоклов в Индии было двое. Первый это Аджита Кесакамбала. Собственно, вы видите его на четвертый, четвертый пункт. Вот он, Аджита Кесакамбала. Представитель вроде как школы Чарвака. То есть материалист, самый материальный материалист Индии из известных. В буддийских текстах он является одним из еретиков, по еретиков буддийского учения. Вместе с подходкой качаянной. Основателем джайнизма, если не ошибаюсь. И так далее, и так далее, и так далее. В общем, там их шестеро было. Но вот он один из еретиков по буддийским текстам. Ну и, собственно, после Аджита Кесакамбала и второго, точнее пятого таблицы Человека походки качаяны, очень крупных материалистов, в которых у нас сохранить какие-то данные, ну очень мало. То есть вот потом просто материалистическая традиция в Индии постепенно сошла на нет. Ну просто потому, что начали активно развиваться духовные практики. Духовные практики это психопрактики преимущественно. И весь, все понимание космоса, в общем-то, скатилось, ну не скатилось, наоборот, перешло в сферу, перешло в сферу психокосмоса. Там начали разбирать уже мир не как материальный мир, а как иллюзию. Ну об этом мы тоже поговорим. Так вот, Аджита Кесакамбала и похудка качаяна, оба считали, что материальный, материальная основа мира это четыре стихии. Огонь, вода, земля и поток, как обычно. Отметим, что оба являлись своеобразными материалистами. Теория четырех стихий проявляется и в некоторых упанишадах. Ну так же теория пяти стихий тоже там появляется. Так что, интересно, опять же эфир просочился, вот этот вот воздушный непонятный эфир. И в многих классических учениях, например, в Кашмирском шаваизме и Адвайто-Веданте. Дело в том, что для значительной части индийских учений мир вокруг нас иллюзия. Майя. Ну, например, для Кашмирского шаваизма и Адвайто-Веданте, да, мир иллюзия. Есть только Бог и, собственно, все. И мы должны, наша цель слиться с Богом, мы просто его, как бы, даже не аватары, нет. Ну и мы есть тоже Бог, как бы, мы должны слиться с Богом, потому что мы Он есть. Мы просто определенные этапы его собственного становления. Да. А мир иллюзия. Мир абсолютно иллюзия. Вся материя, которую мы воспринимаем, иллюзия. Определенная иллюзия, что с ней делать. И вот, получается, что в этом иллюзорном мире мы с иллюзорной материей взаимодействуем. И эта материя первоначалом, ну, является сомнительной. Но все равно все это те же стихии. Тоже огонь, тоже вода, тоже земля, тоже воздух. Но они просто, их тоже сверху обычно, да, накидывают. Потому что индусы любят пятерочки в данном контексте. Им нужно пять стихий выделить было и пять действующих органов. Это как уже такие низшие татвы получаются у них, татвы. То есть, категории, да, низшие категории бытия, которые вот уже на уровне иллюзий, очень глубоко на уровне иллюзий. Это все настолько иллюзорно, настолько неправда. Так вот, по иерархии вот эти вот пять стихий лежат значительно ниже, чем всевозможные психические процессы вроде ума, эговости и прочих. Индусы, они зашли с другой стороны, чем греки. Но при этом известные нам Аджитеки Сакамбала и Походка Качаяна, вот они пытались наоборот даже как-то, что ли сказать, эллинизироваться. Да, у них были учения похожие на греческие в данном случае. Особенно у Походки Качаяна, что мы разберем в разделе действующих сил. Такс. Да, также был мыслитель Удалака, вот он у нас здесь в табличке наверху. Очень интересно, полагал, что существует всего три стихии. Огонь, вода и земля. Опять же, интересный набор. Воздуху не повезло почему-то, воздуху часто не везет быть стихией. Китайцы тоже не считали воздух стихией, они не включали его, собственно, в свою пятерку элементов, о которой мы тоже позже поговорим. Воздух вот так вот обделили воздух здесь. Как греки обделили воздух, землю, обделили землю, то есть учение о том, что все есть земля, ну оно сомнительное. То есть сомнительно, что Ксенофан говорил вот такие вещи. Также с воздухом. Воздуху не повезло в Индии. Он часто выпадает. И в Китае. На Востоке воздуху его не видно, собственно, непонятно, что это такое. Поэтому, видимо, его убирают. В свою очередь, джайны. Где у нас они тут джайны? Джайнизм. После походки Качаяна идет джайнизм. Они предполагали, что мир состоит из своеобразной разновидности атомов. Только это, конечно, не атомы Демокрита, но это другие атомы, согласно которой в самом пространстве существовали условно выделенные ячейки, меньше которых не может быть ни одна материя. Собственно, то, что может уместиться в этой маленьком кластере бытия, в этой маленькой ячейке, это и есть атом. Он, конечно, тоже неделим, разрушить его нельзя и уменьшить его нельзя. То есть, у греков, я вам напомню, если вы не проходили историю античной философии, есть представление о бесконечном делимости, о бесконечной делимости, собственно, материи. То есть, мы можем уменьшать, 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 уменьшать до бесконечности, и потому аноксагор какой-нибудь был вынужден признать, что какие-нибудь гомеомерии, они бесконечно мало. Ну, парадоксально, непонятно как, абстрактно абсолютно, а вот у джайнов не так. У джайнов есть определенный минимальный размер для того, что называется атомы. Да, маленькие такие кластеры, такие вот такие вот ячейки, может быть, сказать соты даже, соты как у, собственно, вулии, вулии пчели, ну вот эти вот маленькие соты, и меньше вот этих вот сот ничего быть не может. Интересно, это действительно интересная концепция, ее тоже нужно учитывать. То есть, человек, который занимается физикой, например, и разбирается, пытается разобраться в элементах, в элементарном составе всего сущего мира, вот это вот учитывать очень-очень полезно, честно говоря. Это теории древние, которые очень долго продумывались, и некоторые из них выдержали тысячелетия споров. Потому что непосредственно были споры, и люди спорили, да, там, какова материя. И вот тысячелетия споров вот здесь вот, вот здесь вот, да, были выдержаны джайнами. Также заметим, что нередко сами боги в индийских учениях выступают в качестве материи. Что пошло от мифа с Пурушей? Напомню, из чего тело якобы был создан наш мир, а также там все касты, да, в общем, понятно, да. Из головы были созданы брахманы, и так далее, и так далее, и так далее. Из рук войны, из ног там еще пониже люди, и так далее, вот. А, ну, та же судьба в итоге постигла брахмана, Шива и Вишну, нашу любимую Тримурти, правда, которая в учениях, где они воспринимаются как материя, но они обычно разделены. А в некоторых учениях вот эти вот божества, они и есть материя, они из своей плоти, из своего тела создают мир. Такое встречается не во всех учениях шиваизма, брахманизма и вишнуизма, но иногда встречается. А многие мыслители и целая философская школа Санхия указывают на то, что материя и законом материального, и не только мира, является так называемая пракрити, которая состоит из трех гун. Гунны, с одной буквой Н, это три нити. То есть, их называли сатва, раджас и тамас. Сатва, это благой аспект, аспект мудрости, света, проявления. Ключевой цвет белый. Раджас, это гуннодействие, действующий аспект, аспект страсти в некотором роде тоже. Ключевой аспект красный. А тамас, аспект бездействия или апатия. Ключевой цвет черный. Ну, меланхолия тоже к тамасу, наверное, отнесется. Вот такие вот пассивные, все пассивное к тамасу у нас идет. Из этих трех нитей, которые, собственно, являются для себя, себя же законом, они и есть свой сам закон, они сами сплетаются по своим, собственно, законам. Из их переплетения, из их взаимодействия создается весь видимый мир. Он наблюдает за плясками трех нитей дух. Дух, условно, называют его Пуруша. Это некое состояние чистого сознания, которое вовлекается вот в эту пляску, какой-то танец, и действительно, индусы, когда говорят о Пракрите, они используют метафору танца трех нитей вот этих вот. Они друг другу как бы танцуют, переплетаются, вяжутся. А Пуруша за всем этим наблюдает. Это такой пассивный наблюдатель, которому вдруг начинает казаться, что он существует, что он живет внутри этого мира, что вся вот эта материя настоящая, что он чувствует настоящие вещи, что у него там эмоции какие-то есть, что разум у него есть, что у него все там, все да-да-да-да есть. Это все результаты пряски трех нитей. Это все иллюзии. Иллюзии, с помощью которых Пуруша сбивается с праведного, с истинного пути. И при этом вот этот Пуруша, это не тот Пуруша-бог, который был разделен на части индусов, очень любят названия друг у друга воровать, отрывать в разных учениях, переименовывать, переиначивать. Поэтому с индусами вообще сложно все, как обычно. В философской школе, которая называется Миманса, в качестве арха выступает в том числе и темнота, и звук. Почему нет? Почему нет? Вот у нас есть у физиков теории темной материи. Темнота? Темнота. Чем не темнота, в общем-то? Есть теория звука. Сейчас вот звук. Все состоит из звука, допустим. Интересно, они действительно полагали, что все состоит из звука? Ну, то есть, того, которого мы слышим. Или это какой-то особый звук? Потому что, опять же, с индусами все сложно. В разных теориях шиваизма просто есть разные концепции, согласно которым, и не только шиваизм, видимо, но я знаю про шиваизм в данном случае, в которых звук выступает тоже своеобразным творящим принципом. То есть, это песни Шива непосредственно, которые создают мир. Вот так вот. Продолжаем. Некоторые индийские учения используют термин Акаша, который обычно переводится как эфир, но на деле это своеобразное, особое, тонкое материальное пространство. Поэтому оно очень тонкое, но очень своеобразное. Эфир обычно свет, как патоны, как свет, вот так вот воспринимается. Это такая вот странная вещь, эфир, да. Но Акаша это нечто другое. Это очень тонкое тоже. Это тонкая материя, тончайшая материя. Ну, она материально-пространственная такая. Продолжаем. Как мы видим, материи в Древней Индии было довольно много. И это, опять же, показатель. Все эти физические или психофизические системы можно себе представить и иметь с ними дело, даже доказывать. Не менее важно, что многие индийские учения опираются на теорию Майи, согласно которой наблюдаемый мир является иллюзией. Опять же, я повторяю это, чтобы вы не забыли. Все это, скорее всего, иллюзия во многих индийских учениях, а некоторых нет. Такого рода теории не могут быть подвергнуты эмпирической проверке, что, правда, не снижает вероятность их истинности. Если весь мир иллюзорен, то эмпирические проверки бесполезны. Да и, в принципе, в таких учениях вопрос о материальных и действующих началах физического мира ставить довольно странно. Потому что реальные начала находятся не в самом мире, а в психике человека. Ну или, например, Пуруша. Пуруша, вот вам основа. Но не перводвигатель, прокрытие перводвигатель в данном случае. Продолжим. Да, продолжим. Как раз о движущих силах, раз уж мы об этом заговорили. Движущие силы древней Индии. Табличку. Дайте нам табличку, пожалуйста. Вот. Таблица действующих сил Индии. Опять же, наши персонажи, которых мы уже знали, походка Качаяна. Ну вот, давайте, что у нас тут. У нас с движущими силами являлись Раджа, Стама, Сатва, Брахман, Вишну, Радость, Ненависть. Опять же, да, душа. Необходимость. Опять же, необходимость. Очень любят необходимость сделать движущие силы. Подвижность, не связанная с тяжестью. Интересно. Время и Шварашива. Ну, классика. Наборы довольно-таки предсказуемы в данном случае. Что мы можем об этом сказать? Теперь перейдем к движущим силам, которые индусы считали истинными. Походка Качаяна, которого нередко сравнивают с Эмпидоклом, Он считал, что движущими силами являются радость, ненависть и иногда душа. Да, иногда душа, иногда душу не упоминает, когда его учение трактует. Но это скорее зависит от того, кто трактует. Ну, не важно. Душа тоже, да. Как мы видим, он кладет в основание своей философии принципы, схожие с Эмпидокловскими. Ну, скорее всего, там перевод своеобразный тоже. Вместо любви радость, вместо ненависти. Может, тоже какой-нибудь оттенок. Я в данном случае не специалист, поэтому не могу вам точнее определить вот эти вот термиды. Но, вероятно, они действительно очень похожи, раз уж их так переводят все-таки профессионалы. Махали Гасала считал, что движущей силой является исключительно необходимостью. Среди греков были такие персонажи. Ну, вот Махали Гасала тоже один из них, только уже в Индии. Существует два течения джайнизма. Одно из них это Швитамбары. Они полагали, что сила является подвижной, несовязанной с тяжестью. Ну, из названий, я думаю, понятно, что это означает. Не совсем, конечно, но какие-то образы возникают на основании вот такого названия. Другие джайнизма полагают, что истинной силой, движущей все вокруг, является время. Может быть. Вот именно время как действующая сила воспринимается адекватно. Очень хорошо воспринимается. Почему бы и нет. Вот время хуже воспринимается как материальное основание. Поэтому, когда в Греции говорили о времени мы, а в контексте матери, это было странно. Поэтому мы не стали это разбирать. А здесь все понятно. Да, время может быть действующей силой. Также, не стоит забывать, что практика как таковая есть не только материально-духовное начало иллюзии, но и действенное. Боги же в фантеистических системах Индии нередко выступали в качестве не только материи, но и действующих сил. К примеру, это Шива и Ишура. Оба в некоторых учениях представлены как действующие силы. Да, все это тоже понятно. Сразу замечу, что я человек заинтересованный и индийской культурой, и она мне нравится. Очень трудно, ну меня очень трудно назвать в ней специалистом. Индийских языков я не знаю, особенно древних, со сквита не знаю. Также не читал весь объем религиозных текстов данного региона, даже в рамках одного учения. А потому данный список следует считать неполным. Я думаю, что силы материи в Индии и можно было бы набрать значительно больше, чем представлено в данной лекции. Но я опирался на свои исследования в том объеме, на том уровне качества, на котором мог их провести. Это вообще-то все из моей магистрской диссертации. А, да. Продолжаем. Следующая тема. Материи древнего Китая. Все, вернем на место. На место вернем. Материи древнего Китая. Потрясающе. Продолжаем. А вот у нас таблица китайских элементов. Без расшифровочки на этот раз. Огонь, вода, земля, дерево, металл, инь, ян и ци. Значительно меньше. И китайцы были лаконичны в этом смысле. Не стали придумывать очень много элементов. Нам же проще. Когда мы говорим о Китае, то там основной стихийной моделью является концепция усин. А то есть пять стихий. Пять. 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 Да. Огонь, вода, почва, дерево и металл. Прежде всего следует заметить, что усин довольно сомнительно воспринимается в качестве арха, тем более именно материальный. Дело в том, что усин скорее систематизирующий принцип. Китайцы вообще любят систематизировать все на и-не-я, на усин, на 12 времен года, на вот эти вот палочки 64 комбинации. Что-то они комбинируют, комбинируют и ищут вот такие комбинации и систематизируют все. На пятерки, восьмерки, на 64 каких-нибудь значениях. Вот они любят вот это вот дело. Вопрос лишь в том, было ли усин когда-нибудь теорией арха. Судя по всему, да. В учении Цзоу Яня, представителя школы Иньян Дзя, это прослеживается в некоторой степени. Впрочем, систематизирующий аспект у китайцев сильнее. То есть, у Цзоу Яня это было, у какого-нибудь Джуншу тоже вот это вот было, аспект материальный, вот этих вот пяти стихий. А у большинства китайцев, для большинства школ китайских, философских, и вообще для китайцев в целом, стихи, вот эти вот пять, скорее всего, просто систематизирующий концепт. В Европе, кстати, давайте вспомним, вернемся немного к Европе, раз уж мы заговорили о систематизирующем влиянии стихий. В Европе тоже стихии, четыре стихии, они являлись своеобразным делителем. Ну, то есть, например, вы знаете, карты, да? Четыре мастия. Огонь, вода, земля, воздух. Это все четыре мастия развиваются по стихии, можете прогуглить, узнать об этом. Это действительно так. Кроме того, кроме того, важно, что теория темпераментов, ну, собственно, которая еще была сформулирована Гиппократом, вот, это тоже стихийная теория. Да, в человеке присутствуют четыре типа жидкости, которые формируют его характер. Да, и все эти четыре типа жидкости так или иначе связаны с той или иной стихией. Огонь, сангвиник, вода, меланхолик, земля, флегматик, воздух, холерик. Это просто чистое отделение, которое присутствует в нашей культуре. Оно вот таково просто. У китайцев тоже систематизирующий аспект, но только вот эти систематизации у китайцев, они более глубокие, как бы. Ну, то есть у нас с огнем, водой, землей и воздухом сочетается не так много различных явлений, как в Китае с огнем, водой, землей, деревом и металлом. Ну, вот так вот. Куда интереснее стихийный аспект, и он раскрыт у Дунжуншу, стихийный аспект Уцин. Так вот, он считал, что материей является... А, сейчас подождите, Дунжуншу. Да, он еще плюс к Уцин добавлял еще Инь и Ян. Инь и Ян именно в его учении. Они представлены в виде некоторых эфиров. То есть у него Инь и Ян, это материя. А Уцин описывает сейчас чуть ли не так же, как стихи у Аристотеля по их свойствам движения. Огонь движется вверх, а земля вниз. И все в таком духе. Да. Ну, то есть, странно, когда говорят, что у китайцев нет материального обозначения Уцин, потому что вот мы встречаем у Дунжуншу вот такие вот вещи интересные. Которые просто отсылки на Аристотеля, которого он не читал скорее всего. Ну, очевидно, что мы имеем дело со стихийным учением, определенно со стихийным. Так вот, обратим внимание на Инь и Ян в его учении. Чаще всего это две противоположные силы в других учениях. Это черное, белое, свет и тень, мужское и женское, теплое и холодное и так далее, и так далее, и так далее. Набираем все возможные противоположности, все это соотносится с Инь Ян. Это просто классификатор такой китайский интересный парный. Вообще, как можно заметить, это универсальный парный делитель, да. Но помимо всего прочего, это и движущие силы, которые заставляют взаимодействовать противоположности. В некоторых учениях, например, у Дунжуншу, ну, это материя. Материя, а что это за материя? Это может быть свет и тьма, например, да? Да, скорее всего, это свет и тьма. Вот такие вот интересные материи. Нео-конфуцианцы, уже последователи Конфуция, которые существовали задолго после его сгибели. Да, напомню, что конфуцианское учение, оно преимущественно нравственное, оно не касается никаких натурно-философских проблем. Вообще, с метафизикой очень плохо дружат. Но нео-конфуцианцы продолжили не только нравственную философию, но и начали спорить с даосами. Бросили вызов, собственно, профессионалам, так скажем, непосредственно даосам. И вот, и сформулировали ряд теорий. В одной из этих теорий материи служит ЦИ. ЦИ – это энергия, которая наполняет весь окружающий нас мир и нас самих. Также имеет переводы пневмо, воздух, воздух, да? Эфир, жизненная сила. Конечно, это же не тот самый воздух, это перевод не очень точный в данном случае. Физический человек, конечно, ощущает ее с дыханием, потому сравнение с пневмой, мне кажется, уместным. Да, у нас есть тоже пневмо определенное в нашей культуре. ЦИ в значительной степени похоже на нее. ЦИ – это универсальная субстанция Вселенной. Она в том числе проявляется и на материальном уровне, что дает нам возможность называть ЦИ арха. Да, действительно, продолжаем. Движущие силы древнего Китая. А вот и опять скромный, скромный китайский список движущих сил. Китайцы, да, очень легко с вами обошлись с исследователями данной проблемы. Да, силы не так уж и много. Одна из них – Дао. Опять же, Усин. Усин, опять Усин, да. Опять же, пять стихий – это классификатор. Но классификаторы действияны в данном случае. Получается, есть Ли-Щу, Инь, Ян и Небо. Небо. То самое Небо, да. По закону, которого мы живем. Раскрываем все эти позиции. Поехали. Скорее всего, многие знакомы с китайской концепцией пути – Дао. Что такое Дао? Ха, черт его знает. Это то, что нельзя назвать. Ну, вы почитаете Ло Цзэ, вы поймете, что Дао – непонятно что, в принципе. Исследователи просто бьются головой, когда исследуют именно это понятие. Потому что оно не обозначено никак. Его нельзя обозначить. Да, это то, что не определяется. Но благодаря чему определяется все остальное? Дао обычно воспринимается нами через образ пути, по которому движется целый мир. А иногда не только целый мир, но и каждый конкретный человек, вещи и вообще все остальное. У каждого есть свое Дао маленькое. Ну и все у мира есть свое большое Дао. Это своеобразная дорога вселенной. В этом смысле данная концепция, конечно, является движущей силой. Дао есть движущая сила. Да, это согласно Лао Цзэ и Джоанзэ. Ну, мы можем вот это вывести. Можем сделать такое предположение. Тот же Цзэу Ян, опять же вернемся к Цзэу Яню, вероятно считал силами вышеупомянутую пятерку Усин. Классификатор, в том числе важный классификатор. Дело даже не только в Цзэу Яне. Дело вообще во всей китайской традиции, для которой Усин является существенным классифицирующим принципом. А раз уж мы что-то на что-то классифицируем, значит основание классификации важно. Пятерка Усин очень важна для китайцев. А также Ини-Ян. Это тоже определенно силы. Темное-светлое, разделение всего на пары. То, что в темном всегда есть немножко светлое, то, что в светлом есть немножко темного. Все вот это вот да. Это тоже намекает нам на некоторые законы движения. С силами Ини-Ян все более-менее понятно. Это довольно популярный концепт, который был уже разъяснен выше. Теперь перейдем к Ли. Ли у неокапуцианцев это своеобразный аналог Дао. Это тот же путь. И дается он вещам и людям с рождения. А также Ли определяет природу вещей. То, что существует не по своей природе, испытывает крайние неудобства. Да. То, что подчиняется Ли, всегда добивается успеха и совершенства. А вообще дело в том, что природная и социальная для китайской культуры едино. А потому дела империи определяются не столько людьми, непосредственно индивидуумными, сколько природными силами. И природные силы, и общество это одно и то же. Общество лишь часть этих природных сил. А в Европе все несколько иначе. Так как от ответа на вопрос, из чего состоит мир и какие законы им управляют, совершенно не следует, какое общественное установление нам нужно. То есть, политикам вообще плевать, чем занимаются физики. Вот вообще плевать. Физик может открыть вообще все, что угодно. Мир состоит, не знаю, из маленьких черепашек-ниндзя, и это никак не повлияет на политиков. В общем-то, совершенно плевать европейским. Это настолько разъединено стало после греков, что ничего общего просто нет. А в Древнем Китае, ну ладно, не совсем ничего. Конечно, когда речь заходит о, как бы это вам сказать, о христианской концепции, христианской концепции единства истины и единства мира нашего, царства земного, в общем-то, они тоже очевидны. Царство земное должно строиться по прообразу царства Божьего. Ну, христианство в данном случае как исключение идет. Как ни странно. Наверное, одна из немногих аспектов, которую европейская культура в итоге не взяла у христиан, она придумала что-то свое и получилась вот такая вот интересная вещь. А для китайцев очень важно единство. Да, важно, чтобы реальность тесно переплеталась с обществом и государством. Также неудивительно, что и само небо в учении Модзи, Маистов и вообще многих китайцев выступает в качестве некой силы. В Китае в древности присутствует культ неба. Собственно, не случайно говорят, что Китай – это поднебесное. И это поднебесное, собственно, подчиняется законам самого неба. Вот мы и с Китаем закончили. Вывод. Пиксельный такой вывод сегодня у нас будет. Древние мыслители сформулировали проблему первоматерии и движущей силы, а также попытались разрешить ее разными способами. Мне думается, нет смысла представлять их сугубо мыслителями-фантазерами, но следует признать, что методы у них были разные. Например, существует предположение античных историков, что Гераклит придумал свою теорию, опираясь на наблюдение за огнем и горением различных веществ. То же самое можно сказать и о Фалесе, который долгие годы провел в плавании и действительно мог подумать, что подавляющая часть Вселенной заполнена водой. Куда лучше мы представляем исследовательский метод Аристотеля, который был актуален до начала нового времени, но даже после влиял и до сих пор влияет на познание в целом. Все же логика, наблюдение и интерпретация – это методы, доступные всем людям. Причем я здесь говорю о логике в общем смысле. Я не имею в виду профессиональную логику, логику формальную. Я имею в виду размышления, какие-то размышления, мыслительные операции, не являющиеся при этом частью формальной логики и всех следующих из нее. Тот же, кто думает, что философы брали свои выводы просто из головы, тот явно не читал или читал очень плохо Платона и Аристотеля. Их предшественников почитать мы практически и не можем, к сожалению. Многие работы не сохранились, а некоторые сохранились частично. В итоге мы судим о досократиках преимущественно по выводам, а не по аргументам. Они кажутся нам наивными? Не в большей степени, чем человек, который думает, что лишь в новое время был открыт закон притяжения. А до этого люди бедные никогда не видели, как предметы падают с высоты на землю и даже не пытались это объяснить. Да, я считаю, что такой человек позорит себя незнанием истории, философии и основополагающих вообще концептов, которые предшествовали научным. И не только просто предшествовали, а обусловили, были условиям их возникновения. Древних не стоит считать наивными и банальными, особенно учитывая, что мы живем со своими догмами, со своими, скорее всего, ложными представлениями. У древних можно научиться плюралистическому сосуществованию множества школ, множества мыслителей и множества подходов. Современность сейчас кичится одним подходом. Да, научным. Впрочем, как мне думается, современную теорию относительности можно заменить теорией воды Фоалеса. Будут те же искажения пространства-времени, конечно, вот так вот условно, в скобочках пространства-времени. Только вместо их источника будет не парадоксальный введенный термин, который противоречит определению пространства-времени в философии, а довольно интересный способ описания бытия с помощью образа воды. Почему нет? Почему мы не можем пользоваться образами для описания физических процессов? Собственно, все пользуются образами для описания физических процессов, просто не всегда это понимают, о чем проблема большая. У нас нет правильной генотации и правильных имен для тех или иных событий. Мы можем предсказывать свойства тех или иных явлений уже на основании наших вот этих вот теорий, под названий и под образов. Образов непосредственно, да. Так вот. Мне кажется, что вот такая интерпретация реальных фактов все еще до сих пор в наши дни возможна. Если провернуть нечто подобное, то древние идеи уже не покажутся такими наивными. Причем, давайте действительно обратим внимание, когда они были созданы и что знали люди. И как это могло бы развиться в итоге. И почему вообще не развилось. Ну, мы знаем почему. Потому что возникли проблемы большие с критикой. И критиков очень много развилось. И практически все школы были, в общем-то, отброшены назад. И популярностью возымели лишь некоторые. Идеям свойственно развиваться и наращивать объяснительный потенциал. Или умирать. К сожалению, большая часть идей, которые мы рассмотрели на этой лекции, на данный момент мертвы заброшены. Или заброшены на две с половиной тысячи лет. Ну, две с лишним тысячи лет. Давайте будем так поточнее немножко. Две с лишним. Неизвестно там сколько. По-разному. Обратим внимание также на то, что решение похожих вопросов в разных культурах фантастически разное. Во-первых, в ответах проявляются новые оттенки. Да и вообще сами вопросы не те же самые. Для греков стихии это чисто материальные начала. Для индусов, исключая некоторых, это часть психокосмоса. Для китайцев так вообще часть особо организованного миропорядка, в котором стихии играют роль классификаторов о физической реальности общества едины. Каковы силы? Каковы материи? Да какая разница? Меня лично куда больше удивляют попытки раскрыть истину. Все эти предложения и варианты, которые формулируют философы, а потом пытаются их обосновать. До тех пор, пока я вижу возможности обоснования, дополнения и интерпретации старых теорий, они будут иметь для меня огромную ценность. И до тех пор, пока эти теории не будут в абсолютной степени опровергнуты, конечно. Да, вот до тех пор, пока они будут опровергнуты, я буду считать их существенными. Но в абсолютной степени опровергнуть что-то невозможно. Как и невозможно доказать... Как невозможно доказать. А в этом, опять же, убеждает меня обилие возможных устройств мира, от крайне простых до бесконечно сложных, в которых можно замаскировать любые уловки. Кроме того, чем больше учений я встречаю, тем больше убеждаюсь в истинности своей философской комбинаторики, которая в свободном порядке перемешивает мнение. Мнение действительно комбинируется, и это очень хорошо. Это очень хорошо видно на примере решения стихийного вопроса не только в Древней Греции, но и во всем Древнем мире. Просто не по всем вопросам можно набрать достаточное количество мыслителей, чтобы исчерпать все возможности. Например, для того, чтобы реализовались все возможные комбинации стихий и материальных сил на базе поставленных в этой лекции элементов, нам понадобился бы 1 квадриллион, 125 триллионов, 899 миллиардов, 906 миллионов 842 тысячи 621 философов, что было рассчитано в моей диссертации магистрской. Таков минимальный философский потенциал древних ответов на поставленный в лекции вопрос о стихиях и силах. Мы изучили лишь малую долю из всех возможных учений. Впрочем, я думаю, что история философии дама довольно жадная, а потому даже среди реально существовавших учений мы коснулись лишь малой доли. Философия же – это не какая-то одна традиция. Философия – это совокупность всех существующих и возможных учений. Мы рассмотрели малую часть существовавших учений, но приоткрыли завесу тайны, отделяющую нас от философии вообще. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Понимание Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok